Новобранцы готовятся пополнить ряды вооруженных сил. В России, как и в Карачао-Черкесии, продолжается осенний призыв. Как в период пандемии проходит призывная комиссия, и сколько призывников от нашей республики до конца декабря отправятся в воинские части страны. Из Уиджигудинского района репортаж Светланы Шагановой. Зашуршала листва, наступила золотая осень, а вместе с ней начался осенний призыв в армию. До конца этого года на военную службу будут призваны 128 тысяч человек со всех 85 субъектов России. Руслан Тимиров к военной службе готов. Скоро отправка. Примером для Руслана всегда был и есть его отец, который служил в МФ. И сын мечтал об армии с детства. И вот этот день настал. Желание Руслана попасть в воздушно-десантные войска. Очень мечтаю прыгнуть с парашюта. До этого никогда ни разу не прыгал с парашюта. Всегда мечтал попасть в ВДВ. Потому что для юного человека, для юного гражданина 18 лет, я считаю, что он обязан отслужить в армии даже для характера мужского. А после службы в армии Руслан Тимиров хочет работать в силовых структурах. Как и многие другие молодые ребята, которые уже сейчас задумываются о достойной заработной плате и спешат пройти медкомиссию. Но не все получают категорию годность. Выявляется все больше патологий. Больше патология желточно-кишечного тракта. Это, соответственно, неправильный образ жизни, неправильное питание. Гастриты, плоскостопия, урологическая патология часто встречается. Мочекаменная болезнь. Все это нарушение обмена веществ. Как работает призывная комиссия в Ужигутинском районе, лично проконтролировал военный комиссар Карачаева-Черкесии Сергей Белобородов. При входе в комиссариат обязательное измерение температуры, сатурации и дезинфекция рук. А призывники сдают тесты на ковид в районных поликлиниках и приходят только с отрицательными результатами. Стоит отметить, что в этой призывной кампании нет ни одного заболевшего призывника и сотрудника военкомата. На сборных пунктах оборудована лаборатория, где делают экспресс-тесты. В специально обработанных автобусах либо отдельных вагонах новобранцев доставляют воинские части. Все призывники обеспечиваются масками и антисептиками. В дороге получают горячее питание, в пути с гражданскими лицами не контактируют. Приняты самые жесткие меры, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. В Карачаево-Черкесии у нас около 500 человек. Должно быть призвано осенью. Уже более 200 мы направили для прохождения воинской службы, воинские части. Компания заканчивается у нас 30 декабря. До этого времени план будет выполнен на 100%. С каждым годом у клонистов становится все меньше, говорит военком. Да и для солдат созданы лучшие условия. Питание в виде шведского стола даже есть тихий час. А понятие «дедовщина» уже в прошлом. Лучше не уклоняться от мероприятий, связанных с призывом, отслужить год. Тем более условия сейчас в вооруженных силах достаточно комфортные. Боевая подготовка, питание. Все условия созданы для того, чтобы молодой человек отдал свой долг родине. Сейчас армия – это еще и возможность заработать. Многие выбирают службу по контракту. Более 80 призывников уже воспользовались этим правом. А кто выбирает военную службу и у кого уже есть семья и ребенок, то в отсутствии мужа супруга получает пособие от Министерства обороны 16 тысяч рублей в месяц. А у кого двое маленьких детей, еще дают и отсрочку. Есть такие, которые не хотят служить, но мне кажется, что большая часть все-таки в армию идут охотно. В Жигутинском муниципальном районе ситуация, на наш взгляд, неплохая. Идет исполнение плана на 67% на сегодняшний день. Но до 1 декабря, я так думаю, что мы сможем выполнить 100% этот план. В Жигутинском районе уже стартовала традиционная патриотическая акция «День призывника». В онлайн-режиме школьникам и их родителям рассказывают об армейских буднях. Героических подвигах, о том, почему нужно служить в армии и почему служба – это так почетно. И если раньше, через две зимы и через две весны, нужно было как следует отслужить и вернуться, то сейчас всего лишь одна зима и весна – и дембель. И это не просто статус, а состояние души. Когда заканчивается срочная служба, и солдаты, словно вольные птицы, летят к себе домой. Светлана Шаганова, Али Бастанов. Вести Крачаева, Черкисия. Изучь Жигутинского района.